Apple TV Здравствуйте, с вами Apple Explorer. Я уже целую неделю пользуюсь своим новым Apple TV. Я полностью в нём разобрался, разобрался для чего он всё-таки нужен, и сейчас готов вам всё это показать. Сразу хочу заметить, что Apple TV очень компактная приставка, занимает очень мало места около вашего телевизора, не потребует огромного количества проводов для подключения, вам всего лишь потребуется кабель HDMI, силовой кабель и кабель Ethernet при отсутствии Wi-Fi. Таким образом, после подключения Apple TV, вокруг вашего телевизора не образуется огромное количество разных проводов. Итак, сейчас перед нами стартовый экран Apple TV. Как мы видим, здесь никакая не iOS, которую стандартно мы привыкли видеть на iPhone и iPad, а это iOS именно под Apple TV. Давайте посмотрим на стандартные функции, которые нам предлагает компания Apple. Это настройки компьютера, музыки, фильмы. И прочие разные сервисы, такие как YouTube, трейлеры, Apple Events, Vimeo, Фотопоток. А остальные это американские, так сказать, платные и бесплатные сервисы, которые вряд ли нам потребуются. Также здесь есть радио. Давайте пройдёмся поподробнее. Начнём с фильмов. Фильмы – это, как вам сказать, значит, здесь есть графа покупки, то есть вы купили на любом, либо с вашего компьютера, либо с вашего iPad'а и iPhone'а какой-то фильм, и можете по Wi-Fi смотреть его через Apple TV. Вот я покупал фильм «Воздушная тюрьма». Сейчас мы попытаемся его посмотреть. Кстати, я всё это делаю с помощью пульта. Вот здесь информация о фильме, просмотр. Давайте посмотрим. Надеюсь, сейчас не будет очень громко. Доступ к iTunes Store. Собственно говоря, фильм будет качаться именно из iTunes. Давайте продолжим воспроизведение. Да, фильмов я купил очень мало, потому что я их предпочитаю скачивать. Сейчас у нас идёт авторизация. Всё-таки фильм качается через интернет. Вот, пожалуйста. Это какой-то момент ещё такой. Ну ладно. Это что касается просмотра фильмов. Также вы можете прямо здесь, прямо здесь найти фильм и купить его. По жанрам, по топ-фильмам. То есть смотреть фильмы на этой приставке будет очень удобно. Перейдём к музыке. Это то же самое, что и фильмы, только музыка. Вы купили музыку через iTunes, вашего iPhone, iPad с компьютера, и она у вас появилась на Apple TV по Wi-Fi. Вот, допустим, песни. Это я покупал. Весь альбом Рокки. Кстати, слушать здесь очень удобно. Звук идёт через колонки вашего телевизора. И анимация мне здесь очень нравится. Давайте попробуем что-нибудь послушать. Не обращайте внимания, что долго загружается. Всё-таки зависит от Wi-Fi, и это не компьютер. Вот песня. Что мне нравится? Видите, очень такая хорошая, действительно хорошо проработанная анимация. Также вы здесь сможете найти песни по жанрам, композиторам, артистам, купить песни прямо отсюда, естественно, с вашего Apple ID. То есть музыку слушать здесь тоже круто. Но это всё-таки не главное. Задача Apple TV. Ну а теперь переходим к разделу компьютера. Значит, что это такое? Это ваша домашняя коллекция с вашего домашнего компьютера. Сейчас я вам покажу. Мы нажимаем... Ну, прежде, естественно, нужно будет ввести ваш Apple ID. Здесь это музыка, фильмы, подкасты, iTunes. Всё, что есть на моём домашнем компьютере. Давайте посмотрим фильмы. То есть это не на приставке Apple TV на жёстком диске, а именно с моего компьютера. Вот все фильмы, которые у меня есть. Вы точно так же можете их просматривать. К примеру, видите сверху по жанру, не просмотренные по фильму. Листая пультом влево-вправо, вы можете либо по жанру себе выбирать фильм, либо, собственно, все фильмы. Ну, давайте любой включим, посмотрим. К примеру, выжить любой ценой сериал. Ну, телешоу, скорее. Это сейчас грузится с моего компьютера. И таким образом... Я сейчас немножко перемотаю. Меня зовут неопернулась. Когда-то я служил чуть ниже поляр. Таким образом мы видим, что смотреть с вашего... Допустим, если у вас не очень большой компьютер, а телевизор большой, вы подключились, комфортно смотрите ваши любимые фильмы, телешоу, всё что угодно. Также в этих компьютерах, в смысле в этом разделе компьютера, есть музыка. Это вся моя домашняя коллекция песен, которых есть также на моём компьютере. Вот песни. Я, естественно, не буду сейчас все это показывать, но вы видите, что их тут очень много, и все они быстро загружаются. Возьмём львую. Вот, пожалуйста. Так же музыку переключать очень удобно. Это, ладно. Вообще, очень здорово, поскольку анимация очень здорово проработана, обложки мне очень нравятся. Видите, так же информация, если бы я это скачивал из iTunes, тогда в левом нижнем углу был бы написан альбом, артист, жанр и продолжительность. Естественно, Apple всё делает всегда очень-очень качественно. Так же можно смотреть по сборникам, альбомам. Вот альбомы, артисты, видеоклипы, плейлисты. Ну и мне всё-таки нравится анимация. Так, подкастов и iTunes U у меня нету, поэтому я это вам не смогу продемонстрировать, но поверьте мне, это будет работать тоже хорошо. То есть, как под итог, компьютеры – это ваша домашняя коллекция, медиа-коллекция на вашем компьютере, которую вы можете просматривать на телевизоре. По-моему, очень крутая функция. Перейдём дальше. Apple Events. Естественно, они не забыли про себя. И здесь вы можете смотреть все события Apple. Ну, скажем, не все, но последние. Октябрь 2012. То есть, вы, к примеру, забыли посмотреть презентацию нового айфона, в котором они придумали что-то гениальное и революционное. Вот, вы включаете, пожалуйста. Правда, на русский язык они не перевели. То есть, сейчас я немножко перемотаю, где уже кто-то что-то будет говорить. Вот, надеюсь, здесь. Идёт прогрузка, потому что так же это всё работает по Wi-Fi. То есть, вы видите на английском, но смотреть можно тем, кто знает английский язык. Очень здорово. Так, про Apple Events сказать больше нечего. Дальше идёт сервис MLB TV. Это, видимо, для тех, кто любит смотреть разные матчи. Но там я не буду это демонстрировать, но чтобы это смотреть, нужно оплатить годовую подписку. Да и, в принципе, российским зрителям это не потребуется, поскольку, вряд ли, кто-то смотрит американский футбол, хоккей на английском языке. Трейлеры. Это как раз для киноманов. Все трейлеры ко всем фильмам. Всё, что скоро выйдет, можно посмотреть здесь. Ну, давайте возьмём фильм «Война миров». Кстати, трейлер, скорее всего, тоже будет на английском. Play HD. Давайте посмотрим. Так. Сейчас немножко перемотаем. Вот, видите, тоже английский язык. Но всё-таки круто. Трейлер мы смотрим, как правило, не для того, чтобы посмотреть, что там говорят, а для эффекта. Так. По поводу трейлеров. Да, кстати, у тебя есть календарь. И здесь показывается, что когда выйдет анонс, что уже вышло. То есть, очень удобная штука. Но, как правило, для киноманов. Ютуб. Ютуб. Ютуб, естественно. Естественно, я вам всё это покажу. Это наш канал. Да, здесь есть подборка. То есть, популярные видео. Популярные, последние, высокий рейтинг, журнал. Наш аккаунт. Давайте зайдём. И что здесь здорово? Но, опять же, это всё-таки самая крутая анимация. Видите? Допустим, посмотрим мои видео. Что хочу сказать? Выбираем любое видео и видим полную информацию. То есть, описание, автор, дата добавления, рейтинг. Вот, если вам будет видно, 83%, 125 просмотров и время. То есть, Ютуб клиент здесь очень круто. Давайте посмотрим видео, посмотрим, как быстро оно загружается. Только нажали, уже идёт. Это не обращайте меня за ставку. Здравствуйте, с вами Apple Explorer. Пожалуйста. То есть, Ютуб смотреть на телеке очень-очень круто. Назад. Также, если у вас были бы подписки, вы тоже могли смотреть, но мы ни на кого не подписаны. Так. Смотрим дальше. Vimeo – это сервис наподобие Ютуба, если я не ошибаюсь. И если я ошибаюсь, посправьте меня в комментариях. Но российским пользователям вряд ли это пригодится. Дальше. Подкасты. Ну, подкастами я не пользуюсь, поэтому рассказать я вам ничего не смогу. Но здесь точно так же можно найти подкаст по авторам, жанрам. Тоже, наверное, это удобно. Я не пользовался. Радио. А вот радио круто. Тем, кто хочет выучить английский язык, будет очень-очень полезно. Поскольку все радио здесь на английском языке, и причем можно выбрать себе по жанру. К примеру, classical rock. Убираем классический рок, любую радиостанцию. Ну, давайте вот эту вот. И сейчас мы увидим, что, оказывается, все песни будут на английском языке. И даже, знаете, я вам сейчас покажу не classical rock, а, к примеру, я знаю, что многие ищут news и talk radio. То есть, все новости будут говорить на английском языке, и таким образом выучить английский будет очень круто. Сейчас загрузится. Да, все зависит от вашего интернет-соединения. Ага. Сейчас. Видите? Новостное радио. И все на английском. Может быть, кому-то будет полезно. Нажмем на паузу. Фотопоток. Фотопоток у меня не подключен, но скажу, что это тоже, на самом деле, здоровская вещь. Вы подключаете ваш Apple ID, фотографии с вашего iPhone, iMac, iPod, Touch, iPhone. Все фотографии можно будет посмотреть на телевизоре. Естественно, без проводов и по Wi-Fi. Остальные сервисы Flickr и WSJ Live. Это я не знаю, что такое, но это, опять же, скорее всего, для американских пользователей. Так что, это мы прошли сейчас по стандартным функциям, которые тут же нам представлены. Ну, а теперь я хочу немного поговорить с вами по поводу взаимодействия ваших iOS-устройств, то есть, iPad, iPhone и iPod Touch и Apple TV. Значит, одной из основных функций является стриминг экрана вашего устройства на Apple TV. Для этого мы открываем многозадачность и делаем свайп. Здесь выбираем вместо iPad Apple TV и видеоповтор. Смотрите, что сейчас произойдет. Через буквально пару секунд уже все. Экран iPad застримился. То есть, идет полное взаимодействие. Что я сделаю здесь, то происходит и на моем iPad. Также, качество зависит от скорости вашего интернета. То есть, если вы хотите что-то показать, скажем, фотографии своим друзьям, приехали с отдыха, включайте, и без всяких проводов и фотопотока можно вот так вот очень здорово смотреть фотографии не на маленьком экране iPad, а на большом экране телевизора. Я здесь закачал пару фотографий. Хочу сразу сказать, что при увеличении, допустим, я увеличил значок Мерседеса, на iPad я увеличил, а на Apple TV ничего не изменилось. Надеюсь, что в следующих обновлениях устройства эту ошибку, ну или этот недочет, исправят. Так, это что касается видеоповтора. Также, если мы его отключим и, допустим, захотим показать свой фильм, не через компьютеры, потому что для, собственно, вот этой папки компьютера, про которую я говорил, требуется включенный компьютер. Если же он у нас выключен, но вы хотите посмотреть с комфортом фильмы, вы нажимаете видео и выбираем любой фильм. Вот Red берем, включаем и, собственно, смотрим фильм. И здесь у нас появляется вот такая вот иконка Apple TV. И что происходит? Здесь написано, это видео воспроизводится на Apple TV, и, собственно, наш фильм будет показываться на нашем телевизоре. Также управлять мы можем при помощи пульта, что очень удобно. Допустим, мы отложили iPad на стол, сами сидим на диване и смотрим фильм. Нам нужно куда-то отойти, нажали на паузу, все. К сожалению, звуком придется управлять с вашего стандартного пульта от телевизора. Это что касается просмотра фильмов. Также хотел бы немного поговорить с вами о играх. Итак, сначала, значит, игры бывают адаптированные под Apple TV и неадаптированные. Начнем с неадаптированных. Это, к примеру, GTA Vice City. Сейчас вы поймете, что я имею в виду. Давайте, пока она загружается, я даже сразу сейчас включу видеоповтор. Вот. Видите, игра немножко себя странно ведет. Сейчас откроется. Вот. Продолжить. Во-первых, сразу... Сейчас даже загрузится, тогда будет лучше видно. Сразу хочу сказать, что на самом деле изображение очень странное, поскольку вот эти вот две черные, ну, не рамки, а черные вставки такие, они мне немножко мешают. Ну, мне очень удобно, собственно, могли бы как-то растянуть или еще что-то сделать. То есть идет полный стриминг. Что происходит на iPad, то и там. Это называется абсолютно неадаптированная игра. А адаптированная, я считаю, Modern Combat 4. Вот смотрите, что я имею в виду. То есть я стреляю. Я стреляю, бегаю, все. И изображение показывается на телевизоре. А iPad выступает в роли джойстика, подобно как на PlayStation или Xbox. Вот это действительно круто. Во-первых, вы увидите, что нет никаких черных рамок с боков. И вы просто пользуетесь, грубо говоря, Sony PlayStation своего рода. Вот это мне очень нравится. Но таких игр пока что очень мало. Я надеюсь, что в будущем все-таки разобротники приложений учтут пожелания пользователей Apple TV. Я думаю, что... Да, еще хочу сказать, что помимо стандартного пульта дистанционного управления, который идет в комплекте, Apple нам предоставляет другую возможность управления телевизором. Это приложение Remote. Вот так вот оно выглядит. И скачивается оно из App Store. И оно бесплатное. Что я имею в виду? Может быть, кому-то будет удобнее управлять этой приставкой с помощью iPad. То есть, помимо музыки и альбома, здесь есть вот такая фишка. Давайте еще раз покажу. Вот видите здесь стрелочки. Сейчас мы сфокусируемся. Стрелки, которые позволяют управлять вашим Apple TV подобно тачпаду. Что это имеется в виду? Видите? Я вожу пальцем и без пульта управляю приставкой. На мой взгляд, довольно забавная функция. Хотя, в принципе, лично мое мнение, что физическим пультом управлять удобнее. Мало ли, кстати, он потерялся. Вот так можно тоже пользоваться. И еще огромный плюс этого приложения – это возможность добавления клавиатуры. То есть, к примеру, я сейчас захочу войти, допустим, на канал, и мне нужно будет ввести пароль. Так, ну что мне приходилось делать? Я бы брал пульт и вот так вводил бы пароль. Это не очень удобно и долго, особенно если он длинный. А так, при помощи клавиатуры я очень быстро все набираю. Ну, в принципе, тоже такой плюс, который имеет место быть. Больше из таких особенностей приложения Apple, или как называется, Remote, я думаю, сказать нечего. Да и, собственно, про взаимодействие iOS-устройств и Apple TV тоже особенно сказать нечего. Вот это самые главные функции. Да, еще я забыл сказать, что приложение Apple Events, которое мы видим на телевизоре, еще позволяет вам смотреть презентации Apple онлайн, правда, на английском языке. То есть, не на сайте Apple, а, к примеру, на телевизоре с комфортом смотреть презентацию нового телефона iPhone 5s, который когда-нибудь довыйдет. Так, что я еще вам хотел сказать и рассказать? В принципе, давайте подведем как подыток. Apple TV, скорее всего, потребуется больше любителям кино, поскольку это такая основная функция. Если вы киноман, вы смотрите видео с помощью вашего iPad, компьютера, или вы просто его скачали, это очень здорово. Пришли с iPad, включили, хоп, видео смотрите не на маленьком экране, а с огромным комфортом. Также музыка, если у вас подключены колонки к телевизору, вы можете слушать музыку на вашем, скажем, iPad, или с компьютера, или с самого Apple TV, на громких, хороших колонках, и тоже, в принципе, анимации, это здорово. Ну, в принципе, еще YouTube, да, мне реально очень нравится YouTube, хорошее приложение, про него я тоже все сказал. То есть, в основном, это для киноманов, любителей музыки, короче говоря, медиа-контента. Я думаю, это все, что можно сказать по поводу замечательной переставки Apple TV. Всем спасибо за просмотр, вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал на YouTube. До свидания.